Первый раз такой проблемный клиент, как вы. Проблемным клиентом Ирина стала, когда потребовала вернуть деньги. Детская кроватка, которую заказала в инстаграм-магазине Комод в доме, так и не пришла. Попросили предоплату 50%, нарисовали такой какой-то договорчик. Через 10 дней, конечно, молчание было. На претензию менеджеры заявили, что задержка произошла по вине доставщика, но в транспортной компании ответили, что к ним даже заказ не поступал. Уже отзывы прочитала. И тут мне уже глаза открылись. Ни одного хорошего отзыва. Все по 4-5 месяцев ждут. Деньги вернули, когда Ирина пригрозила уголовной ответственностью. А вот Анастасия Доценко из Петербурга даже заявление в полицию не помогло. Уже полгода она ждет кроватку из того же инстаграм-магазина и платит рассрочку банку. Со мной уже никто в инстаграме не общается, на мои смс-сообщения не отвечают. Пострадавших больше 100 человек. Фото и видео в профиле явно студийные. Регулярно появляются новые публикации. Это и привлекает клиентов. Но как только они переводят деньги, все меняется. Комментарии заблокированы, отзывы заблокированы. А у них 30 тысяч подписчиков. А производство в Ежкар-Оле. На самом деле оказалось потом, что это перекупы. ИП Кучергин. Магазин зарегистрирован на индивидуального предпринимателя Павла Кучергина. А он же владелец другого инстаграм-магазина «Кроватка-чудо». И тоже десятки отрицательных отзывов. Абонент занят. Оставьте сообщение на ответчик. Связаться с владельцем интернет-магазина у нас на данный момент не получилось. Похоже, он установил блокировку на звонки с незнакомых номеров. С ростом числа виртуальных магазинов увеличивается и шанс нарваться на аферистов. Елизавета пыталась через инстаграм купить антикварное бюро. Продавец спросил за него какие-то 58 тысяч. Договорились о предоплате. Но затем мне сообщили, что крупные покупки у них оплачиваются полностью предоплатой. Получив деньги, мошенники перестали выходить на связь. 58 тысяч рублей. Это, конечно, ничтожная сумма для такого предмета. Позже мне написали, что он стоит 20 тысяч фунтов. Отличить настоящий интернет-магазин от липового, говорят эксперты, несложно. Насторожить должны, например, однотипные или закрытые комментарии фейковые аккаунты среди подписчиков или вот отключенные хэштеги. Создаем новую публикацию. Выбираем любую картинку. Модераторы данного аккаунта запретили его упоминать. То есть это сделано для того, чтобы на других ресурсах не упоминался данный аккаунт с негативными отзывами. Самый надежный способ защиты – не платить вперед. Правда, в таком случае убытки могут понести добросовестные продавцы. Здесь конкретный декор индивидуальный. По конкретному запросу с цифрой 7, с облачками, с определенной фигуркой, с мастичным декором. И если так случится, что у меня откажутся от этого заказа, то я его продать никому не смогу. Время – сила, а главное – дорогие ингредиенты. Все это в буквальном смысле отправится в мусор. Поэтому в качестве страховки Евгения всегда просит вперед половину стоимости. Но на нее пока ни один клиент не жаловался.